привет привет я вас рада видеть на youtube канале емеля юля емеля нитинь это канал о вязании обо всем что связано с вязанием и сегодняшнее включение я честно говоря не планировала запись у меня был по плану фотография пост и прочее прочее но принеся домой вот эту вот добычу этот мой клад я не смогла не показать и вам очень хочется поделиться своей радостью я начала фотографировать мотки вот здесь разложила колосья пшеничные чтобы передать настроение всего этого цвета и как видео видно ли вам я немножко сменила фон сейчас у меня фона фанера беленая и в общем когда я все это увидела я решилась записать видео поделиться этим с вами посмотрите какая красота я прям захлебываясь от восхищения потому что когда мне по очереди стали появляться начале один моток потом два других мотка потом еще какая-то группа мотков думу батюшки как это все красиво подобралось честно сказать раньше я не носила такую гамму вот это бежево-коричневый но последнее время почему-то мне стало тянуть найти цвета стала я находить них прелесть какую-то и не знаю может и старею раньше мне казались потому что это бабушки на цвета а сейчас я вижу в них благородство цвета и оттенков передает ли это камера все но есть конечно в них теплые тона но тем не менее и вот эти серые холодные но все это вместе смотрится до каким-то таким единым полотном здесь у меня мереносы альпака на шелке и ангора на пумана панополистере давайте я начну не знаю даже с чего давайте вот с альпаки я начну здесь у меня таких 8 мотков альпака на шелке drops этот цвет сразу скажу цвет цвет номер четыре он называется по моему бежевый вчера искала в интернете сегодня у нас какой месяц середина августа и с трудом нашла честно говоря был вот в двух магазинах этот цвет других магазинах его нет пока этот цвет пряжи еще не завезли москву я урвала в общем пряжу взяла сразу много но это мне понадобится на одно изделие это будет джемпер один такой голубой джемпер у меня уже связан из дропса тоже альпаки на шелке там цвет я покажу потом там такой серо-голубой цвет и следующий джемпер я свяжу вот из такого цвета буду вязать на размер больше чем я связала голубой планирую сделать описание на джемпер из такой пряжи очень мне понравилось что мне получился пом замечательный результат поэтому я обязательно сделаю описание обязать и описание это будет у меня доступно для покупки на раввилле свитер я вам покажу он правда превосходный получается по цвету и по расчетам все 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 так и вот это значит вся альпака которую вы видите светлая это понадобится для размера но сейчас мне сложно сказать наверное от сорок шестого до сорок восьмого буду смотреть потому что голубой джемперами связан 42 44 а следующий шаг будет 46 48 посмотрим вот это альпака тоже альпака на шелке этот свет 3 не закон называется у них в терминологии серый или там какой-то еще дымчатый общем третий цвет я его заказала один моток чтобы также связать из него элемент джемпера и посмотреть как в темном цвете будет выглядеть свитер точнее джемпер свитер потому что там горловина есть и поэтому он свитер и буду вязать элемент джемпера вот из этого матка чтобы было очевидно понятно какой будет джемпер из темной пряжи такая красивая темная я хотела связать целиком темный джемпер то взять вот эти мотки не светлые а темные но решила все-таки разнообразие цвета и выполнить их вот такой гамме темный образец и светлый джемпер большего размера вот эти два матка они одинаковы по цвету это лана гата супер софт популярная пряжа всем я думаю знакомая цвет у меня тридцать три семерки цвет он такой ну холодный кофе с молоком до какой такой очень красивый благородный ну вот я прямо вот честно скажу я вот говорю от души что мне это так нравятся эти оттенки цвета эта шапка будет на осень хочу связать резинкой один к одному нет или один к одному или два на два пока не уверена хочу сделать с отворотом с какой-то такой макушкой в общем шапку сделать полу спортивную я думаю что мне два матка хватит в принципе потому что узор никакой не планируется объем головы 55 должно хватить ну что моя шапка я и уже сносила на жену какая-то совсем неприглядно выглядит и я решила вот такой цвет себе взять ну естественно я буду предлагать этот цвет своим заказчицам не цвета модель ну все предлагаю буду предлагать и цвет и моделей я думаю будет на очень симпатично должна получиться классическая на каждый день такая универсальная шапочка супер софт и следующий цвет это тоже ланагата моток и это мини софт я его купила впервые вот эту толщину мерино салана гатовского здесь цвет 2439 он такой светло-серый есть у них еще светло-серый цвет но она дает немножко в тон сиреневатый а здесь такой именно холодный светло-серый очень приятный оттенок толщина здесь у нити если у супер софта 50 грамм 125 метров то вот у мини софта 50 грамм и 170 метров они рекомендуют его вязать на спицах номер четыре но естественно шапку я не буду вязать на таких спицах плюс да вот такая толщина и эту пряжу я хочу совместить вот с этой ангоровой нитью видно по цвету что они немножко разные здесь такой больше суровый оттенок он называется серо-бежевый 274 это рыбит ангора от вулси то есть я совмещаю холодный серый и теплый вот такой серо-бежевый суровый вот так будет смотреться в перемешку ну на одной ниточке конечно непонятно но в массе то будет очень красиво когда перемешиваешь холодные теплые цвета и в одном полотне очень глубина появляется красивая в цвете буду я вязать я думаю на спицах номер три с половиной предполагаю что тройка здесь будет слишком тонкая потому что ангора после стирки конечно как бы распухнет пух разойдется и думаю что тройка будет тонкая для двух таких пряж она еще может склад склокоченной стать потом как бы кашлатица для пряжи тоже нужно место чтобы она разошлась вот такая мне будет шапка я взяла вот этих мотков мини софта 2 и два мотка вот пряжи ангоровой то есть я думаю должно мне хватить а модели этой пряжи будет у меня но это будет ясно по тепле и она тоже будет резинкой с отворотом наверно невысокой если я вот эту хочу сделать высокую то есть носить например без отворота и чтобы макушка сильно спадала а эту хочу сделать с невысокой макушкой чтобы она такая аккуратненькая была без резкого завершения какими такими клинями может быть там четырьмя клинями завершу наверх может быть пятью вот такое сочетание я прям прям хочется вязать здесь и сейчас но не могу к этому сейчас приступить я сейчас занята немножко другими процессами сейчас покажу все наслаждайтесь сми цветом красивым сейчас я это все уберу и будет смена картинки я покажу другую пряжу и свой процесс сейчас демонстрирую вам свой свитер который связала из альпаки на шелке цвету этого свитера а у этого мотка номер четырнадцать такой голубой красивый холодные может катера голубой но я бы может быть назвала даже с немножко с оттенком бирюзы потому что холодный такой цвет не небесный с холодным и таким ледяным оттенком на него у меня ушло ровно шесть мотков вот буквально осталась маленькая маленькая завязочка то есть вот впритык это у меня был запасной седьмой моток он не понадобился и остался то есть я хочу связать и кстати по ощущениям посмотрите как будто бы вот этот серый гораздо более пушистый я надеюсь это передает камера чем голубой вот какой-то пух у него выше стоит над над ниткой и знаете даже на ощупь какой-то более пушистый удивительного сейчас я это заметила пока вам показываю а вот этот бежевый цвет наравне вот с этим голубым по пушистости значит из этого темно-серого я свяжу фрагмент думаю что буду вязать фрагмент кос и лицевой глади и следующий джемпер да вот такой свитер путаюсь я еще все таки не определилась что-то джемпер или свитер кстати может быть вы мне подскажете что это свитер или джемпер все же чтобы я уже правильно называла и не путалась не запиналась следующий размер я сделаю вот такой нежно какой бежевый он бежевый называется производители ну поставщиков у всех а это будет фрагмент вязала я его на спицах номер дай бог памяти номер 5 или 6 вы знаете не стала память как-то подводить с этими всеми номерами спиц в общем я бы на пятерке на шестерке помн даже вязала знать ее все я вспомнила как они рекомендуют я такие спицы взяла спицы номер пять да я увязан спицах номер пять и рукава на размер меньше соответственно спицах номер четыре вот такие косы 3 на 3 петли чередующиеся через одну изнаночную петлю с изнанки смотрится вот так такие вот дорожки бирку я пришила внизу на вот такие легкие свитера пришила такие маленькие бирочки чтобы они не оттягивали потому что карабиновые вот эти застежки конечно будут или здесь тянуть или там тянуть не совершенно ну не пригодны для таких легких вещей получается если здесь шесть мотков по 25 грамм это выходит 150 грамм светерок правильно очень легкий невесомый светиль и в то же время приятный к телу тепленький кстати ну могу сказать что конечно например если сравнивать какой-то похожий ценовой сегмент то альпака она ну давайте вот эту я сравню на шелке альпаку и с мохером на шелке она мягче к телу если вы ну чувствительны каким-то таким колкостям то лучше выбирать альпаку на шелке чем мохер на шелке и кстати по как по прозрачности альпака на шелке она менее прозрачная вот даже мои руки не видно легко можно надевать на белье сразу просвечивать не будет это в одну нить если вы свяжете в одну нить мохер на шелке он конечно все просветит там нужно надевать ну белье соответствующая в цвет или маечку а здесь вот такой вот общем такой нет джемпер на него буду делать очень подробное описание с видео процессами я надеюсь к осени вот за август и я я очень хочу не буду загадывать очень хочу успеть за август к осени выполнить доступным для всех желающих его связать меняем картинку дальше следующее что я хочу вам показать это мой заказ процессе это будет комплект для девушки из шапки и снуда шапку вот я уже начала девушка живет в нефтеюганске поэтому нужно очень теплое изделие резинка один к одному здесь я смешиваю сразу три нити две нити ла нога до супер софт и одну нить мохера на шелке и вижу вот так вот серьезно плотно получается очень теплая будет шапка плюс она еще будет на флисе то есть это можно будет наверное на северный полюс в общем супер теплая шапка потому что как мне сказали на севере продувается все их ветрами резинку я связала спицами номер пять я уже и закончила теперь я буду переходить на основное полотно и перейду на спицы номер шесть вот у меня образец я решила связать достаточно серьезный крупный что мне не было никаких ошибок хотя я и узнать уже распускала давайте расскажу подробности почему значит как я сделала вот и связала образец померила вот слегка в расправленном состоянии резинку то есть вот так она не лежала померил сантиметром поделила нашла сколько петель в одном сантиметре и отняла 15 процентов на растяжение и стала вязать связала обхват головы у девушки на размер меньше моего на 53-54 размер плюс там флис нужно иметь ввиду что толщина флиса еще заберет один размер короче говоря я вязала на свой размер на 55 и она на растяжение 15 процентов когда я отняла эту величину оказалось что эта шапка сидит на голове очень слабо да даже если там будет флис все равно очень слабо сидит по голове поэтому я все распустила ну было связано где-то сантиметров 10 и отняла вот смотрите кстати потеряла кусочек нитки надо поднять когда вяжешь несколько петель несколько ниток то очень легко сделать нужно внимательно вязать короче говоря я отняла потом 20 процентов и стала вязать минус 20 процентов стала уже перемирять снова ну на себя меряю в любом случае и тогда получается уже хорошая плотность по голове плюс я поставлю флис и все будет хорошо на ее размер так что я решила что все-таки постоянно буду отнимать только 20 процентов в начале так сказать своей карьеры я пыталась какие-то другими способами там вот так вот растягивала вот так вот мерила сколько я хочу теперь решила все 20 процентов и никаких только так конечно каждый раз нужно все равно если у вас какая-то совершенно новая пряжа и новая плотность в руках все перепроверять но в целом минус 20 процентов очень хороший дает результат давайте скажу цвет цвет 12504 называется серебристый но он такой холодный что дает немножко в сиреневый оттенок а голубой цвет это мохер на шелке 6033 вот мой образец это будет связано на на куполе на основе полотне резинка связана вот такие встречные косы здесь одна изнаночная здесь три изнаночные посмотрим я буду делать между вот этим рапортом три изнаночные или две изнаночные зависит от окружности общем от объема какой хочу получить потому что рапорт по ширине достаточно большой его трудно вместить ну в какой-то да вот в каждый разный размер и вот такой будет снуть платочной вязкой в круговую тоже измерила посмотрите насколько большая разница между каждым рисунком здесь везде одинаковое количество петель вот у меня то образец потом его я не стала затягивать его распущу естественно пойдет у меня вход я взяла 7 мотков таких и два таких надеюсь мне хватит за расчет того что 3 мотка уйдет на шапку и 4 на снут надеюсь хватит вот ну флис взяла серый вот такой комплект вот такие мне процессы и новая пряжа к сезону и девочки я хочу вам сказать огромное спасибо что вы смотрите мои видео подписаны на меня я очень надеюсь что мои видео вас вдохновляют на новые вязания пишите в комментариях чтобы вы хотели сейчас связать к новому сезону чтобы вам не терпится связать может быть вас тоже есть такие процессы как у меня что хочется сразу сразу все начать спасибо оставайтесь со мной и подписывайтесь на канал ставьте лайки пальчики к верху напишите комментарии я очень буду рада вам всем ответить до новых встреч пока пока